МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Выпил, жди неприятностей. Как в Самаре борются с нарушителями общественного порядка? Трюк не удался. Полицейские прикрыли казино, работающее под вывеской интернет-клуба. И тебя вылечат. В Самаре работает лучшая медсестра России. Готовность Самары к футбольному первенству планеты оценил первый заместитель руководителя администрации президента России Вячеслав Володин. Встреча с губернатором Николаем Меркушкиным состоялась в Москве. Речь шла о строительстве стадиона «Космос-арена», где в Самаре пройдут матчи чемпионата мира. До Мундиаля осталось 988 дней. Строительство главной арены в Самаре идет ускоренными темпами. Возведение фундамента планируют завершить к ноябрю-декабрю. Затем приступят к монтажу оставшихся конструкций стадиона. Работа идет круглосуточно, в три смены. Кроме темы подготовки к чемпионату 2018, Вячеслав Володин и Николай Меркушкин обсудили реформу местного самоуправления, итоги выборов 13 сентября, социально-экономическое развитие региона и выполнение указов главы государства. Этой ночью весь мир следил за переговорами президентов России и США на Генеральной Ассамблее ООН. Одной из ключевых тем стала война в Сирии. Проблема сирийских беженцев, которая остро стоит в Европе, коснулась России в меньшей степени. По данным ТАСС, в 2015 году через Россию в Европу проследовало 182 сирийца. Всего же число беженцев идет на миллионы. Как сообщается в докладе ООН, в Сирии без крыши над головой остаются еще более 7 миллионов людей. В Самаре есть родственники тех, до кого уже доносится эхо войны. С одним из них встретилась Валерия Макарова. Итак, как движется у нас работа над дипломом? Шесть лет назад Хасан Аллахмед и по-русски-то не говорил, а теперь пишет на этом языке диплом. Да и тема не из легких – трансформация самолетных двигателей для использования на земле. По словам Хасана, научный руководитель у него строгий, но справедливый. И благодарен ему за помощь в учебе. Студент будет, наверное, всю жизнь. Лично мне нравится, когда мне задают вопрос после лекции. Вот он вопросы задавал. Может быть, потому что ему сложнее, чем другим. Понятно, иностранцам вообще сложнее. Это один язык, чего стоит выучить. А здесь много специфических таких выражений. Учиться в СГАУ Хасан приехал из Сирии еще до войны. В Самарский университет ему порекомендовали знакомые, как хороший вуз. Учеба, признается, нелегко дается. Но именно ради нее он и приехал. В первую очередь, чтобы получить высшее образование. С это высшее образование, работать как-то там достойно. И тоже перед моими родителями быть нормальным человеком, образованный человек. Чтобы были гордны мои родители в меня. В Сирию Хасан возвращаться не хочет. В Самаре у него брат и жена. Молодой человек сейчас очень беспокоится о родителях, которые в Россию перебраться не могут. Деревню Алани, где они живут, пока стороной обходит война. Но выстрелы слышны, интернет отключили. Общаться с родственниками, а у Хасана еще 10 братьев и сестер, по скайпу он уже не может. И очень надеется, что это самая большая неприятность, которая с ним может случиться. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Если я заболею, к врачам обращаться стану. Самарские медики победили на всероссийском конкурсе. Пятеро представителей Самарского здравоохранения завоевали призовые места. Лучшей участковой медсестрой признали Марину Акимову. 17 лет Марина Павловна трудится в 15-й городской поликлинике. На прием к ней записалась Марьяна Мирная. Постоянные посетители 15-й поликлиники не знали, что пришли на прием не просто к медсестре, а к лучшей медсестре России. Марина Акимова принимает в день десятки пациентов. И к каждому особое отношение. Пациенты, конечно, встречаются разные. Ко всем мы находим подход. Как бы все у нас хорошо. Никогда на нас каких-то жалоб не бывает. Странно пациентов. Все мы всегда хорошо с ними разговариваем. Доктор назначает лечение. Мы все процедуры уходим, выполняем. Для своих пациентов Марина Акимова давно самая лучшая медсестра. Люди, говорят, приходят к ней как к родной. За 17 лет работы в поликлинике Марина Павловна, можно сказать, вырастила уже не одно поколение. Марина Павловна участковая медсестра. Я очень часто получаю приглашение на профилактические обследования, флюорографию и так далее. И вообще, в частности, очень следит не только за моей семьей, а вообще в частности за многими. Это очень такой замечательный, прекрасный человек. Все самые лучшие качества в ней заложены. Она всегда идет навстречу, на контакт. Она оказывает, как говорится, все, что возможно. Когда к ней обратишься за помощью, она выкладывается. В 15-й городской поликлинике работу медицинских сестер уже пару лет назад вывели на новый уровень. Несколько часов в неделю они ведут самостоятельный прием пациентов. При этом процесс лечения не нарушается. Мы привыкли к тому, что медицинская сестра – это просто исполнитель. Ей говорят – поди, принеси карточку, клей, анализ, сделай укол и так далее и тому подобное. На самом деле уровень подготовки позволяет, чтобы медсестра могла делать какие-то манипуляции, организовать вполне самостоятельно определенные направления деятельности. Марина Акимова – одна из нескольких лауреатов Всероссийского конкурса. Самарская область оказалась богата на медицинские кадры. Первые места заняли также врач-патологоанатом из больницы Пирогова Татьяна Ларина и психиатр-нарколог из Сызранского наркологического диспансера Людмила Лесина. Серебро среди докторов досталось врачу-нефрологу из больницы Середавина Виктору Баринову. Третье – также больница Пирогова, врачу функциональной диагностики Ирине Колесник. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Терапия творчеством. В Самарском пансионате «Волжанка» творят настоящие чудеса. Дети, чьи диагнозы могут показаться неутешительными, чувствуют себя значительно лучше. И дело не в волшебных пилюлях, а в особом подходе к лечению. Репортаж Марины Кравцовой. Девятилетняя Полина старательно ваяет каждую деталь будущей фигурки. Кошка из соленого теста – начало большого творческого пути. Девочка мечтает стать художником. Из всей насыщенной программы отдыха в пансионате предпочтение дает красочному шоу. Мне больше запомнилось, когда шоу «Мыльных пузырей» приезжал. Вчера последний день приезжал. Мне очень понравилось. У Полины тяжелые заболевания. Творчески одаренному ребенку приходится постоянно преодолевать проблемы со здоровьем. В лечебном пансионате она отдыхает впервые. И атмосфера, и процедуры всего за три недели дали положительный результат. Делится мама Полины. Гостеприимство. В первую очередь гостеприимство. Очень доброй душой всех нас встречали. Процедуры мы проходили все, которые нам назначил врач. Бежали мы туда прям с удовольствием. Вот. Ну, ребенку лучше стало. Намного лучше стало. Специальную смену в Волжанке организовали для 56 самарских ребят с ограниченными возможностями здоровья. Лечение они проходят бесплатно. В прошлом году муниципальный пансионат отремонтировали, закупили новое медицинское оборудование. Появилась соляная комната с галлоингалятором, который распыляет мельчайшие частички натриевой соли, что благотворно влияет на легкие бронхи. Массаж и специальная ванна для опорно-двигательной системы. Причем вместе с детьми здоровье поправляют и их родители. Один из родителей имеет возможность поехать вместе с ребенком и провести здесь 21 день, получить также лечение, отдохнуть от семейных каких-то забот, пообщаться с такими же родителями, получить какой-то опыт. И мы становимся на этот период большой семьей. Такой душевный подход – то, что нужно особенным детям. Ребята находят здесь новых друзей и понимают, для них нет невозможных вещей. И даже с непростым диагнозом можно добиться больших успехов. Главное – верить в это самому и чувствовать поддержку окружающих. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Более 7 килограммов наркотиков всего за неделю работы изъяли наркополицейские в Самарской области. Большая часть хранилась в Тольятти, где был обнаружен тайник с 5 килограммами. Это вторая за этот год крупная партия наркотиков. Еще около 2 килограммов изъяли в одном из районов области, где прятали зелье оперативники пока не говорят, ссылаясь на тайну следствия. Арестовано несколько человек. Им грозит пожизненное лишение свободы. Силовики бьют тревогу. Синтетические наркотики на черном рынке сейчас очень популярный товар. Между тем, именно эти запрещенные вещества очень сильно воздействуют на мозг человека. Они способны довести его до шизофрении и вызвать в организме другие необратимые последствия. Если мы сравним, предположим, изъятие наркотических средств с 1 сентября по сегодняшний день, то героина была изъята чуть более 650 грамм, а синтетических наркотиков более 7 килограмм. Что говорит о том, что проблема распространения синтетики на данный момент в Самарской области, как и во всей России, стоит достаточно острой. Наркобизнес уходит в интернет. Синтетические наркотики дилеры все чаще распространяют через социальные сети. Наркополицейские проверили 112 сомнительных ресурсов. Выяснили, на 50 из них действительно была реклама наркотиков и объявление о продаже запрещенных веществ. Кроме того, через интернет вербуют и распространителей. Организаторы вербуют сбытчиков синтетики, не прибегая к визуальному контакту. Имеется факт, когда звенья преступной цепи организаторы и исполнители находятся в различных регионах РФ и общаются заочно. При этом все расчеты производятся с помощью электронных платежных систем. Опасные сайты по обращению наркополицейских блокирует Роскомнадзор. Но владельцы запрещенных ресурсов вновь открывают их по другому интернет-адресу или используют приложения, которые позволяют обойти блокировку. Областная антинаркотическая комиссия предлагает внести изменения в работы сотовых компаний и интернет-провайдеров, чтобы те создавали спам-фильтры, не пропускающие рассылку сообщений с сомнительных сайтов. Не наказать, а предупредить. Более 50 профилактических бесед с начала этого года с горожанами провели полицейские, сотрудники наркоконтроля и городского департамента общественной безопасности в ходе совместного патрулирования улиц. В Самарском и Ленинском районах города прошел очередной антинаркотический рейд. Этот мужчина в Самаре проездом и в местных порядках еще не разобрался. Оттого по привычке и выпивал на глазах изумленных горожан, которые от таких картин начали уже отвыкать. В районе вот здесь, в Самарском, все тихо и спокойно. Живем, не жалуемся. Основная цель рейда, по словам силовиков, не наказать, а предотвратить. В патруль выходят и полицейские, и общественники. Добровольцы из народной дружины. Кирилл Сорокин зеленый жилет примерил больше месяца назад. Не ради любопытства. В этом есть какой-то гражданский долг, чтобы было спокойнее на улице. Меньше пьяниц, больше порядка. С начала этого года это уже пятый рейд. С любителями выпить в общественных местах проведено более 50 профилактических бесед. А тем, кто выбирает здоровый образ жизни, полицейские дарят майки и рюкзаки с надписью «Я выбрал жизнь без наркотиков». Павел Баймаков, Константин Головин. События. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. В Тольятти полицейские прикрыли казино. Злачное заведение, работавшее под видом интернет-клуба, располагалось в одном из домов в Комсомольском районе Автограда. Полицейские изъяли компьютеры, флеш-карты и деньги, добытые, предположительно, незаконным путем. Сегодня утром, 29 сентября, на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Свободы и Нововокзальной, была сбита девочка, которая шла в школу. К счастью, ребенок отделался испугом. ГИБДД Самары просит родителей провести воспитательные беседы с детьми о правилах дорожного движения. АвтоВАЗ снимет «Ладо Приора» с конвейера. Это произойдет 17 декабря. До этого времени Тольяттинский автозавод выпустит еще 3474 автомобиля. Автомобилистам и особенно пешеходам на заметку. На перекрестке Осипенко и Новосадовое произошел ряд изменений. Пешеходный переход через Осипенко ликвидирован. Теперь дорогу можно перейти только по подземному переходу, который находится в метро. Он будет доступен и в ночное время, когда метро не работает. Также на светофоре, установленном на перекрестке, появилась дополнительная секция «Поворот направо». Сейчас она включена постоянно. Возможно, режим работы светофора изменят после открытия улицы Новосадовой до Первомайской. 1 октября с 10 утра и в течение пяти минут в Самаре будут включены электросирены и громкоговорящие устройства, установленные на крышах жилых и административных зданий. Работа электросирен означает сигнал «Внимание всем!». Поэтому сигналу необходимо включить радиоточку, телевизионные и радиовещательные приемники и прослушать сообщения. Так в Самаре проверят систему оповещения. Осторожно, листопад! Опавшую листву, которую дворники собирают в куче, по правилам противопожарной безопасности, вывозить нужно в тот же день. Однако не все управляющие компании это соблюдают. О нарушителях говорили на совещании в городском департаменте ЖКХ. Первый заместитель глава администрации Владимир Василенко поручил проводить рейды по дворам. Выдать всем предписание, привлечение совместно районы, объединить усилия по административных комиссий, конкретно по каждой управляющей компании. И максимально на руководителя. От слов к делу дворы в Самарском и Куйбышевском районах привели в порядок. Летом в Самаре работала мобильная приемная президента, где заявки от жителей принимали советник президента Александр Бедрицкий и глава администрации города Олег Фурсов. Как выполняются особые поручения, проверила Марина Матвейшина. Жители 109-го дома по Куйбышеву никак не могут привыкнуть к ровному асфальту во дворе. И готовы ходить по нему снова и снова. От грязи и ям на этом месте не осталось и следа. Были руины, были рытвины, все время раскапывали и закапывали что-то. Вот слава богу, в последнее время сделали двор, хотя бы можно ходить. Под землей на этом месте произошла коммунальная авария. Управляющая компания «Альтернатива» ее устранила. А вот восстановить благоустройство даже не подумала. После визита сюда советника президента Александра Бедрицкого и главы администрации Самары Олега Фурсова дело сдвинулось с мертвой точки. С «Альтернативой связано было очень много проблем, поэтому в дальнейшем она не получила лицензию на управление на квартирами и домами. Все это было выполнено силами подрядчика. Мы восстановили благоустройство во дворе». В качестве морального ущерба жителям организовали газоны. Здесь вскоре высадят деревья. Работа кипит в другой части города, во дворе домов по Белорусской. Рабочие капитально ремонтируют внутриквартальные дороги и тротуары. «У нас были очень разбитые дороги. Стройки здесь шли много. Видите, машины ходили большегрузные. Все разбили, а ремонта после себя они не сделали. В результате, конечно, нам бы хотелось бы, но очень, чтобы возле нашего дома была хорошая дорога, хороший асфальт». На летней встрече советника президента и главы городской администрации с жителями приняли решение найти финансовые возможности починить дороги во дворе уже в этом году. «Даже немножко больше делаем, потому что было очень много жалоб, что машины ставят на газонах. Соответственно, сейчас вот с торца 36-го дома делают большую парковочную площадку». На дороге осталось уложить асфальт, а тротуары уже полностью готовы. Если раньше выйти из подъезда на каблуках считалось особой смелостью, всегда был риск повредить либо ноги, либо туфли. Теперь для местных красавиц расстелен настоящий подиум из асфальтобетона. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре может появиться городская административная комиссия. Основной ее функцией будет координация работы комиссии районного уровня. В Самаре их девять. За соблюдением административного законодательства следят более ста человек. За этот год они составили более десяти тысяч протоколов, но не всегда действия нарушителей квалифицируются верно, из-за чего возникают затруднения. Что бы их ни было, в административной комиссии города будет работать штат юристов, а также председатель комиссии. Здесь у нас появляется председатель, который руководит фактически всеми подразделениями девяти районных управлений. Владеет ситуацией, потому что он выезжает на заседание комиссии. Он видит, где у кого какие пробелы, где какие недостатки, каким образом, и, соответственно, вырабатывает необходимые рекомендации для того, чтобы потянуть ту или иную комиссию. В Самаре завершился турнир по баскетболу памяти легендарного тренера 80-х Генриха Приматова. В игре за третье место Рязань обыграла купол родники из Ижевска, а в финале встретились клубы Самара и Волгоградский Красный Октябрь. Первыми в счете повели самарцы, но вскоре оказались в роли догоняющих. Дважды счет становился равным, однако уже к середине игры соперники ушли в отрыв. Итог встречи 80-65 в пользу Красного Октября, который и стал победителем турнира. За 11 лет история турнира – это третий случай, когда главный трофей уехал из Самары. Даже по сравнению с той игрой, которую он играл вчера, они прибавили, более организованно играли, больше использовали свои сильные стороны. К своим ребятам у меня претензий нет, есть просто объективные обстоятельства, которые в данный момент команда просто нагло усерднее нас. В последний день сентября в Самарской области завершится бабье лето. Атмосферный фронт откроет дорогу в Поволжье холодному воздуху из Скандинавии, сообщают синоптики. Вторая половина недели будет по-осеннему холодной и неустойчивой, с температурным фоном, близким к климатическим значениям. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. В среду 30 сентября в дневные часы воздух прогреется до 18-23 градусов Цельсия, а уже в четверг, 1 октября, ночью температура воздуха составит 6-11 градусов, днем 13-18. А теперь время новостей экономики. Центробанк совместно с МВД и Российским союзом автостраховщиков разрабатывает механизм внедрения повышающего коэффициента ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Повышающий коэффициент ОСАГО для нарушителей и рецидивистов могут увести уже в первом квартале следующего года. Соответствующий пункт содержится в плане мероприятий, направленных на снижение смертности населения от ДТП, который утвердил премьер-министр России. Интересно, а про очередное повышение стоимости полюсов ничего не слышно? Представители Компартии предложили ограничить движение валюты в России. Они хотят запретить компаниям и индивидуальным предпринимателям покупать валюту за исключением оплаты контрактов, кредитов и займов. Также предлагается обязать их продавать валютную выручку и зачислять ее только в уполномоченные банки. Выдачу валютных кредитов парламентарии желают ограничить сроком в 180 дней. По мнению авторов, такие методы обеспечат устойчивость рубля и наведут порядок с валютными операциями. Похоже, нынешняя Компартия также далека от экономики, как и от коммунизма. Победа полетит за границу. Правда, только через два месяца. А пока Росавиация отказала Лоукостеру Победа в открытии международных рейсов, поскольку компания работает менее двух лет. Однако уже через два месяца Минтранс обещает внести поправки, исправляющие это недоразумение и дочкам авиакомпаний можно будет летать за рубеж, не проработав двух лет. Уже известно о том, что Лоукостер Победа собирался летать в Венгрию, Нидерланды, Азербайджан, на Кубу, в Израиль, во Францию, Иорданию, Эстонию, Болгарию, Испанию, Латвию, Словакию, Германию, Италию и Белоруссию. Вот, кстати, правильно, что не сразу дали разрешение. Представляете, российская Победа прилетает в Берлин. Это же как на Т-34 запарковаться перед Бундестагом. Немцев Кондратьей хватит, если без подготовки. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара Гиз в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!